Василий Бабушкин по прозвищу Вася Бриллиант. Много лет он фактически руководил воровским миром СССР. Умер же в середине 80-х при странных обстоятельствах. 1985 год. В России постепенно начинается разруха, невидимая для обычного обывателя. Тюрьма. Всегда зеркало общественной жизни. Там тоже разруха. В волны идут бунты заключенных. Начались они после странного самоубийства вора в законе Васи Бриллианта в легендарной тюрьме Белый Лебедь в Соликанске. Перед этапированием в эту тюрьму, где ломают воров через колено, Вася Бриллиант публично заявил, там меня убьют. Да, 1990-е, когда были разрушены все привычные ценности, в том числе и мир неволи, не были эпохой знаменитого вора. Он ушел, или его ушли, вовремя. Первым вором в законе принято считать Мишку Япончика, Моисий Винницкий, который изрядно пошалил в начале прошлого века. До этого лидерами тюремного мира были так называемые Иваны, но они имели мало общего с законниками советской эпохи. Япончик был анархистом в свое время, в гражданскую войну воевал со своим отрядом уголовников за красных, которые его потом и расстреляли. Япончик, не путать с Иваньковым, был первым вором, но самым главным за историю СССР остался Вася Бриллиант. Он, как и еще несколько человек, короновался в конце 1930-х. С возникновением огромного количества лагерей, где трудились миллионы заключенных, возникла необходимость в их внутренней самоорганизации. Говорят, идею с законниками, которые бы руководили огромными массами зэков изнутри, придумал сам Сталин. Он мог самоседевших. Тогда им были сформированы тюремные понятия и законы. Огромную роль во всем этом сыграл человек с уникальной судьбой Нафталий Френкель. Он был осужден, но из Соловка в 1929-м пробился на прием к Сталину, где представил свои рационализаторские идеи, он сформировал план, как использовать труд осужденных для строек века. Именно он возглавлял строительство БАМа, за что получил орден Ленина. Френкель прекрасно знал Васю Бриллианта, правда тот еще не достиг высот на криминальном Олимпе. Френкель был смотрящим за лагерями от власти, а Васа, только начинал карьеру в преступном мире. Они даже встречались. Френкель вызывал Бабушкина из лагерей в Москву на терке. Это было признанием того, что Васа Бриллиант, молодой вор номер один империи. С ним считались на самом высоком уровне, несмотря на его молодой возраст. Бабушкин был правильным вором. Он один из немногих законников, кто соблюдал все понятия, достойные его высокого статуса. Он не служил в армии, в жизни не работал, не женился, не имел своего дома, не скопил никаких сбережений и так далее. Главное же, он постоянно сидел в тюрьме, более 40 лет. Его криминальная профессия тоже почетная, карманник. Почему возникла версия, что его в 1985-м убили? Во-первых, он сам об этом предупреждал. Во-вторых, он был бельмом на глазу других воров, которые уже перестали соблюдать свой кодекс. Новые русские воры жаждали материальных благ, и Васа им мешал. Еще в 1979 году во время знаменитой всесоюзной воровской сходки в Кисловодске был оформлен союз между ворами в законе и цеховиками, подпольными предпринимателями, которые обязались выплачивать для преступного сообщества 10% от своих доходов. Но криминальный союз стал только расширяться. В 1982 году в Тбилиси состоялась еще одна очень важная сходка, на которую воры в законе собрались, чтобы обсудить, будут ли они внедряться во власть. Особенно этого хотели грузины. Надо пояснить, почему возникла такая идея. Коррупция охватывала государственные органы все более и более. Спустя несколько лет в 1984-м, этот вопрос был поднят снова. Против выступил Васа Бриллиант. Он отстаивал положение воровского закона, согласно которому никакого сотрудничества с властями быть не должно. Против позиции Бриллианта выступили грузинские воры. Но определенного решения по этому вопросу не было принято. Вскоре один из известнейших воров в законе грузинской национальности Джаба и Асюляни стал одним из ближайших помощников будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а впоследствии этот вор в законе стал и министром обороны независимой Грузии. Ясно, что новое мышление, термин Михаила Горбачева, побеждало и в воровском мире. В-третьих, говорят, что Васю могли убить чеченские бандиты, так как он все время выступал против коронации известных чеченских авторитетов. Так или иначе, но свой след в истории блатного мира он оставил. Бабушкин Василий Степанович родился в 1928 году. Быстро загремел на зону за воровство. Проявил недюжинные умы дипломатические способности за решеткой. Был коронован. В 1954 году на воровской сходке, когда вовсю еще шли сучьи воины, он убил трех сучьиных воров. После этого его авторитет стал вообще незыблемым. Сохранилась одна его дословная цитата. Ее записал один из сотрудников Белого Лебедя. Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни. Она чище, чем вся ваша государственная конюшня. Сегодня вы нас в петлю толкаете, а завтра, когда мы уйдем, удавка затянется на ваши шеи. Братва должна понять, что нам грозит разложение. Нас хотят натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? Похоже, с запада. Видно, опасаются нашей идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить. Сиволапы, антисоветчики, топтали зоны, потом двинули за кордон. А там сообщили, что значит в России сила нашего братства. Вот вспомнилось. Я встречался с Буковским на централе во Владимире. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов. Но у нас нет хозяев, а у них у всех хозяева на западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим. И теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кости в горле. Естественно, про Васю Бриллианта сложено много легенд. Проверить их подлинность сейчас уже невозможно. Поэтому, хотите верьте, хотите нет. Говорят, в 1950-е ему предлагали возглавить один из департаментов МВД. На что он сказал, что же это я, главный сука из страны буду. Еще говорят, что он всегда сам подметал пол в камере, говоря, что если бы я летал, одно дело, но я хожу по полу и за собой должен убрать. Впрочем, Василий Бабушкин часто сидел в одиночке и убрать за ним действительно было некому. Однако некий демократизм всегда был ему свойственен. Говорят, что Вася Бриллиант очень рано облысел, такой умный был. Это, скорее всего, правда. Насчет того, что рано. И насчет того, что умный. Этот человек вошел в тюремную историю. Стал своего рода святым в блатном мире. Субтитры создавал DimaTorzok